Ребят, вот ваши прогнозы, вот сейчас немножко у нас, скажем так, рынок крипты упал. Какие ваши мысли по данному поводу? Как вы думаете, что дальше будет? Ну, я так думаю, что сейчас, как бы, делаешь так, как бы, людей, не знаю, правильно, говорю, огорчают. Ну, специально они так делают, что рынок пал, пал, все люди там, их выкинули, так сказать, с рынка, а потом набрать силу и подняться. Но пока я сейчас думаю, что она так не поднимется, ну, каждый день другой анализ у нас. Ну, в основном мы думаем, что пока что будет падать. Немножко еще там, не знаю, это оскорки, но у нас страховки все равно есть. Ну, я сперва думаю, до 4,800 дойдет. А как эта ситуация, она влияет вот на наши торги? То есть, вот у нас еще не отобразился процент за прошлую неделю, но что вы можете сказать? Для нас это выгодно или это нормальное явление? Или для нас это, как бы, условия, в которых мы будем зарабатывать меньше? Ну, бывают моменты, да, когда можно и больше зарабатывать, и немножко, так сказать, зарабатывать. Но, ну, смотря как мы в это время вложим наши деньги, если там, не знаю, сейчас анализируем, сегодня смотрим так, индикаторы всякие, все используется у нас. Ну, дают проценты шансов, что, не знаю, на 70 или 80 процентов, 90 так бывает, но бывает еще раз, что 10 процентов тоже так рисковая, ну, рисковый процент. Но, каждый раз, не знаю, меняется у нас, как бы, видим, что рынок падает. В основном, в основную часть вложиваем деньги, что потом, когда упало, мы покупали битвы и по-разному, не знаю, всякое, зависит от ситуации. Ну, понятно, но если просто, как бы, в двух словах, то сейчас нормальная ситуация для торгов, она лучше, хуже, чем, к примеру, месяц назад? Ну, сейчас лучше получилось, у нас, в основном, у нас, как бы, думали, что оно упадет, и у нас денег больше было, и мы в этом заработали, так сказать. И программа тоже нам обеспечила, мы дали RR большой процент, потому что думали, что рынок может быстро упасть. И оно даст нам результат, еще, сегодня, мой компонент, так сказать, он вам расскажет про второго робота, вам, не знаю, может, поинтереснее будет, и он ответит вас на другие вопросы. Сейчас, Дарвич, подойди. О том, что вы говорили, что, ну, для нас хорошо, что рынок упадет или нет, это зависит от того, что вы хотите заработать, и вы играете маржином или нет. Например, если вы зарабатываете, ну, если вам нужно зарабатывать биткоин, если вам нужно зарабатывать биткоин, то тогда, когда рынок упадет, вам лучше. Вам лучше. Почему? Потому что если у вас, например, 100 тысяч долларов, и биткоин, и, не знаю, там, биткоин, ну, прайс биткоина 10 тысяч долларов, то у вас здесь биткоин, а потом, когда падает, ну, падает цена, да, например, 5 тысяч долларов, у вас автоматически 20 биткоинов. То есть для того, чтобы зарабатывать биткоины, это лучше. И можно заработать, а если вы зарабатываете деньги, то когда рынок падет, ну, не единственный образ, но легче всего зарабатывать маржин. То есть если вы, например, во время 6500 шортите, тогда вы можете заработать. Все зависит от того, ну, например, вы играете ли вы маржином, или не играете. Мы, например, маржином сейчас не занимаемся. То есть мы делаем только спотрейд, покупаем и продаем без маржина. Да, ну, с роботом. То есть если, например, от 6 упало дальше на 5200, мы зарабатываем биткоин. То есть для нас эта ситуация нормальна, не проблема, что падает, да, у нас биткоинки приумножаются. Да, конечно. Если падает цена, то биткоины увеличиваются. Понятно, понятно. Ребят, такой вот следующий вопрос. Вы относительно недавно открыли биржу, да, DutyFly. Не могли бы вы немножко рассказать, вот, на ближайшие перспективы, там, планируется добавление новых платежных систем, там, визы, мастер-карт для завода, там, денежных средств. То есть какие у вас в ближайшее время этапы развития данной биржи? Да, ну, скажем, что у нас биржа работает сейчас очень хорошо. У нас очень-очень большая ликвидность, то есть ликвидность, нет проблем, спрейд очень маленький. Почти спрейда нету, и это очень, я думаю, для трейдеров очень хорошо. Без спрейда работаем и без, и с очень хорошей ликвидностью. И все эти, то есть платежные системы, они будут внедряться. То есть все это будет, будет очень легко, и KYC можно очень легко пройти, и все эти платежные системы. Сейчас будет еще наш сотрудник из биржи, и он поподробнее может рассказать вам про биржи. А есть ли вопросы к нему, то есть касающиеся алгоритма бота? Если у вас есть какие-то вопросы, как оно работает? Ну, смотрите, что делать? Наш второй бот – это бот, который, у которого тоже очень много, то есть всяких коэффициентов, всяких неизвестных, которые трейдер, когда, ну, то есть анализирует рынок, он делает какие-то выводы, и пишет эти коэффициенты, чтобы робот работал. Какие у нас есть? Например, у нас есть, давайте, не знаю, на XRP посмотрим, да? У нас есть XRP и USD. Мы хотим заработать USD. То есть мы хотим, чтобы у нас USD увеличивался. Что мы делаем? Мы говорим снова, какой у нас баланс, то есть сколько размер нашей инвестиции, да? Именно скажем, что 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. Наша программа бьет эти 100 тысяч долларов и делит его на части. Делит на части и делает, например, мы даем рейндж, например, давайте 47 до 0.53. Ну, вчера был такой рейндж примерно. Что оно делает? Оно берет и по экспоненциальным образом, который тоже трейдер дает, вот этот коэффициент, про который говорит мой друг, оно начинает, оно, ну, по этим трешутам начинает отдать количество, которое детерминировано полям. И что самое главное у этого бота, что оно работает, она наиболее хорошим образом вам предоставляет прибыль. Вы пишете минимальный, то есть вы пишете минимальный прибыль, который вы хотите, например, минимальный рейт, например, мы пишем там 4%, да? И бот всегда делает, если оно не дает, то есть она всегда дает, делать сделку, когда у него есть 4%, 4% прибыль из каждой сделки. Понимаете, да? Из каждой сделки оно дает 4%, это минимальный. То есть, возможно, у вас будет 12%, возможно, у вас будет 13%. В чем суть? Почему оно? Это минимальный, но может дать 12-13%. Например, мы их купили, когда рейт был, не знаю, там, 0,48 центов, да? Когда она резко увеличивается, то есть ее цена резко увеличивается, наш бот понимает, что минимальный рейтопритор у нас есть, но он не продается здесь. У него есть, у него работает такая страховочная система, и она ждет, и пытается найти максимальную точку, где она может продать. Понимаете, да? То есть она может, если у вас выросла, я не знаю, рейт был вырос на 15%, она может дать, я не знаю, на 13%, на 14%. То есть оно очень, оно написано очень хорошо, так что оно чувствительно к резким колебаниям. К резким колебаниям. То есть, если, например, вы хотите купить, например, вы продали во время 48, да? Вы хотите купить, я не знаю, там, 4%, то есть 4% вы хотите увеличивать ваши коины. Вы продали во время 0,48? Ну, цена резкого падает. Она снова идет с этой ценой и пытается найти максимально эффективную цену. То есть оно не покупает, например, во время 0,46, и у вас, например, ну, 3 дня назад упало 0,42, и у вас пропали бы деньги. То есть оно более-менее максимально эффективно пытается делать сделку. Ну, вот, ну, главное, слушай, ну, я не буду рассказывать про там архитектуру, про там очень, ну, алгоритмические такие принципы. Ну, технические моменты для нас, в принципе, немножко тяжелее, чем для вас, да? Вот там у вас математики, люди технические заточки, да, части. Вот у нас, среди нас таких, наверное, мало единицы буквально. И если есть какие-то вопросы про это, можете задать, мы можем, я не знаю. Надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok